Всем привет! Часто мне пишут ребята и говорят что-то в стиле Я, значит, хочу пройти ваш интенсив, но не хочу проходить первую его часть про Руби Потому что я уже почитал какие-то книжки, посмотрел какие-то курсы Руби я уже знаю Сегодня расскажу, как оно есть на самом деле Спойлер Также часто бывают запросы на консультацию И человек говорит, ну, ребят, я в принципе рельсы-то уже знаю Я вот посмотрел туториал и умею сделать блог Но мне нужна просто помощь Я не знаю, как поменять таблицу в базе данных Как мне миграцию правильную создать Ну или какой-нибудь индекс добавить к одной из колонок Я не утверждаю, что все, что я только что описал, это вот именно прям про вас Да, возможно, вы все поняли правильно, все круто во всем разобрались И пишете классный код на Руби Но, скорее всего, если вы прошли по бесплатным материалам Наш Руби Раш или другие какие-то курсы по Руби Или почитали какие-то книжки И думаете, что вам уже не нужен наш интенсив Или какая-то его начальная часть, там, где мы проходим Руби То я вас немножко расстрою Недавно мне написал человек с вот именно такой ситуацией Говорит, я уже прошел несколько уроков Я уже, значит, умею на Руби Мне, пожалуйста, вот, чтобы не скучать Можно было бы начать с тех уроков, которые будут для меня новыми Я говорю, окей, не вопрос, давайте я вам кину задачку Вы ее напишите, она простая На Руби ее пишут на первой неделе нашего интенсива И задачка перед вами Нужно написать простое консольное Руби приложение Которое выводит список покупок Спрашивает у пользователя, что он купил Убирает этот элемент из массива Ну и спрашивает пользователя, пока он не купит, соответственно, весь список Человек сказал окей И буквально за несколько минут накидал свое решение Вот оно сейчас на экране перед вами Давайте я его разберу и на этом примере покажу, почему самоучикам сложнее устроиться на работу Ruby on Rails разработчикам И даже если вы не планируете идти к нам интенсив Хотите все равно продолжать самостоятельно обучаться То вам этот урок будет супер полезен Потому что вы сможете хотя бы в каких-то моментах понять, как не стоит писать код на Ruby Первое, на что здесь хочется обратить, это проблемы с пониманием Человек прислал один файл То есть это все основная программа Но здесь и нет смысла разбивать на разные какие-то файлы В принципе очень простое приложение Но прямо в основном коде используются переменные с собакой В принципе это инстанс переменные И естественно в основной программе никогда их использовать не надо То есть вы их должны использовать только внутри ваших классов Это первая важная ошибка И я даже могу примерно представить, как такое происходит Когда вы самостоятельно изучаете какой-то или пишете какой-то учебный пример Давайте представим, что вам нужно пройти по массиву Вот у вас какой-то учебный пример Вам нужно пройти по массиву в Ruby И посмотреть, есть ли в этом массиве хотя бы одно четное число Типичная учебная задача Она может быть немножко абстрактная У нас на интенсиве таких обычно нет В основном что-то более практичное Но тем не менее вполне может такая встретиться Давайте попробуем запустить этот код и посмотреть, что получится Если я запущу этот код, то я словлю ошибку Undefined Local Variable Method Result Почему такое происходит? Потому что в этом примере использован цикл с each У которого внутри передается блок со своей областью видимости То есть если переменная была объявлена внутри этого блока То снаружи она не будет видна Естественно если вам этого никто не расскажет То может быть вы это нагуглите Может быть вы это не нагуглите Вы будете искать решение, как поступить в такой ситуации Как сделать, чтобы программа работала И так как вы не особо разбираетесь, что происходит Вы ищите любой способ это исправить Например, можно действительно поставить здесь собаки Если я поставлю здесь собаки, сохраню этот файл Запущу, то вуаля, все заработает Круто! Кто был в похожей ситуации, ставьте лайк Инстанс переменные, вот эти переменные с собачкой Нужно использовать только в ваших классах Потому что если вы их начинаете использовать в основной программе Вот как я сейчас здесь сделал, вот таким жестким хаком То это получается что-то типа глобальных переменных Глобальные переменные, к счастью, в Ruby Это здесь человек не стал использовать Они по-другому, конечно же, пишутся в Ruby Но вот в данной ситуации ни в коем случае здесь нельзя писать с собакой Потому что это получается что-то типа глобальной переменной Такая переменная становится доступна везде В любой части вашей вот этой основной программы И очень сложно понять, кто и где ее когда поменял И на какое значение Поэтому очень не советую ими пользоваться Когда ваши программы будут большие, вы наступите на эти грабли и поймете Но лучше не дожидаться этой ситуации А как говорится Помни пословицу Береги платье снова А на Ruby, хоть правильно, с молоду Обещаюсь преднести себя умней Куда удобнее локализовать переменную в рамках какой-то небольшой части вашей программы Так, чтобы вы, взглянув на какой-то участок кода Сразу понимали, что там происходит И не думали, откуда взялась вот эта штука И к чему она в данный момент равна Если она поменялась где-то там, бог знает где, в вашей программе Но, как я уже сказал, вы этого всего не умеете И опытный разработчик не посмотрит на ваш код И не скажет, что это плохо Поэтому, возможно, вы и будете так писать Переменные с собакой в основной части программы Это прям залет Петрович Если вы вдруг на листочке на собеседовании Напишите код с использованием таких переменных То следующий вопрос вы уже не услышите Следующее, на что здесь хочется обратить внимание Странный выбор способа крутиться в цикле Здесь выбран loop Почему loop? В принципе, если здесь заведомо заранее известны условия выхода из цикла То есть мы должны крутиться в цикле Пока в этом массиве есть какие-то элементы То здесь гораздо логичнее сократить этот код Не писать вот здесь exit по условию А написать while И написать пока размер массива не равен нулю Тогда вот это вот можно выкинуть Вот этот вот код можно написать в самый низ Потому что он выполнится ровно, когда закончится цикл И программа стала на пару строчек короче и гораздо понятнее Потому что сразу ясно, когда этот цикл закончится Нам не нужно просматривать его условия глазами Чтобы понять, когда мы из него выйдем Нам достаточно посмотреть на его условия Человек, который отписал этот код Даже знал, что есть цикл while И говорит, ну в принципе да, наверное, while здесь лучше Но почему-то не стал его использовать Ну не знаю почему, опять же, наверное, потому что никто ему об этом не сказал Дальше меня смутил вот этот участок кода Смотрите, мы проходим по массиву Смотрим каждый элемент И если вдруг найдем элемент, который совпадает с тем, что ввел пользователь То удаляем его из массива Внимание, вопрос А зачем нам проходить по массиву и искать элемент, который совпадает с элементом пользователя Если у нас есть элемент, который ввел пользователь И мы можем просто удалить конкретно его Здесь может быть кто-то скажет Окей, но таким образом мы проверяем, что мы не удалим элемент Не попытаемся удалить из массива элемент, которого в нем нет То есть, тут внимание, вопрос А как отработает array delete, если вы попытаетесь передать ему элемент, которого в массиве нет Отработает он на самом деле так, что абсолютно произойдет то же самое В этом случае ничего не произойдет, потому что вот это условие никогда не будет выполнено Если же вы просто вызовете вот так То абсолютно то же самое будет То есть, Ruby попытается удалить этот массив, не найдет его там и оставит массив в покое Этот код также показывает, что у человека, который выписал, нет опыта в написании даже простейших Программ, давайте мы его поправим Так как это должно быть по-настоящему Едем дальше Следующее, на что хочется обратить внимание, это код стайл Самый большой вообще грех, какой у нас на интенсиве мы первым делом обращаем людей внимание Это смесь табов и пробелов Здесь, смотрите, у человека здесь табуляция, здесь табуляция, здесь два пробела Где-то сейчас здесь, давайте я немножко откачу назад Смотрите, как здесь было раньше А вот здесь у человека были пробелы Причем здесь забавно, здесь сначала два пробела, а здесь табуляция Короче, к чему я все это, давайте мы это вернем, все как было В Ruby принято делать отступ двумя пробелами Соответственно, везде, где вы вкладываете что-то внутрь, например, циклы или там условия или в метод Вам нужно добавить по два пробела на каждый уровень вложенности Именно два Опять же, хороший разработчик сразу же это увидит И себя в голове немножко отметит, что опыта с код стайлом у вас нет Следующее, на что хочется указать, это название переменных R R это, я так понимаю, название массива Во-первых, оно сокращено Во-вторых, array это абсолютно анонимная штука какая-то Что за array, что там лежит вообще, непонятно Rec тоже достаточно сомнительное название для переменной Rec это, наверное, request был Ну вот, в общем, я бы здесь предложил назвать так переменной products Соответственно, название массива, в котором лежат продукты Внезапно как-то это больше подходит, да, ему И второй момент это rec Ну давайте введем, не знаю, product можно навести или просто input Input это то, что ввел пользователь Так сразу стало чуть более понятно Что у нас где в какой переменной лежит и что мы с чем делаем Следующий момент это скобки при вызове методов По код стайлу нужно вызывать скобки везде Кроме вот таких вот методов типа puts В принципе, в puts можно скобки не писать Но вот в delete метода массива обязательно скобки писать надо Поэтому здесь тоже код стайл был нарушен Переходим к фишкам Ruby В принципе, вы, конечно, можете оставить код и таким И если исключить какие-то особенности синтаксиса Ruby То это код похож на код на каком-нибудь языке PHP То есть в других языках программирования оставляют код так Все классно, здорово Но на Ruby все-таки пишут немножко более выразительно Смотрите, в Ruby есть замечательный метод массива Который проверяет, что в нем остались элементы Можно, конечно, сделать так, чтобы сравнивать size с нулем А можно вызвать специальный, написанный для этого метод any Чтобы ваш код было удобнее читать В этом как раз преимущество Ruby И поэтому его все так любят Это с нашей точки зрения Прямо на первых неделях знать не надо Поэтому студентам на первых неделях мы, конечно, уже про такое не рассказываем Но если вы типа уже знаете Ruby То знать такое, конечно, надо Следующее, что хочется рассказать Это прикольная штука Ruby Процент W создает массив со словами И вот эту запись можно записать гораздо короче Просто если вы передадите массив Список слов, разделенных пробелами То Ruby сделает из него список строк Как вы видите, код станет гораздо проще после этого И выразительнее Как-то так это все должно выглядеть Человек прислал это решение И в принципе то решение, которое нам прислали изначально Мог бы прислать и наш студент Разве что кроме переменных с собакой В основной программе такого бы у нас реально вряд ли кто-то прислал Но студенту на нашем интенсиве мы про это расскажем Он эти ошибки исправит И будет дальше писать правильно Разве что мы им на первой неделе не расскажем Про такие литералы массивов И про метод массива any Хотя и то некоторым рассказываем Но когда вы учитесь самостоятельно, вы не понимаете Принято ли так писать на Ruby или нет Как бы это сделал опытный разработчик Что важно, а на что в целом пофиг Поэтому нет смысла проходить отдельно типа рельсы Или брать консультацию, пока вы не научитесь писать Вот такой хороший код с пониманием Что происходит и какие конструкции для чего лучше использовать Напомню, что эту задачку пишут студенты на первой неделе интенсива Именно поэтому после того, как они наступают на эти грабли И мы им порассказываем, как это правильно делать Уже где-то 3-4 недели они себя чувствуют достаточно уверенно Конечно, на нашем интенсиве свет клином не сошелся Цель этого видео была показать вам Что код-ревью в любом случае вам нужен Но речь, конечно, в первую очередь о тех Кто хочет устроиться Ruby on Rails разработчикам Если вы пишете для себя, никому ваш код показывать не собираетесь То в принципе главное, чтобы работало И пишите как вам угодно, как захотите Никто вас за это не осудит Ну а если вам нравится подача на нашем канале Если вам нравится, как мы здесь все объясняем и рассказываем И вы хотите стать настоящим Ruby on Rails разработчиком Писать на Ruby правильно и не краснить на собеседованиях То записывайтесь на наш курс по ссылке в описании к этому видео Ставьте лайк этому видео Подписывайтесь на наш канал Отметьте колокольчик, чтобы видеть, когда новые видосы у нас тут выходят И всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok